Отец погиб, мне еще было восемь лет. Мать, не знаю где она. Я не обижен на судьбу. То есть, если буду обижаться, то чего не добьюсь сам. У меня еще есть сестра и брат, на которых надо тоже так же следить. На них тоже моя ответственность лежит. Сейчас только главное выпуститься мне, да и на ноги встать нормально. И учиться дальше как бы. Потом работать уже. А там уже и семья может быть и будет и так далее. Хотел я стать поваром. Пришлось мне с другом идти сначала на плотника, а там уже пойду и на повара. То есть, как будто сердце говорит то, что на повара хочу и все. Попал на проект я случайно совсем. На этом месте, может быть, и не я должен быть. Там другие ребята ехать должны были. Но они отказались и как бы я решил как бы тоже поучаствовать. Посмотреть мир, сложность какая, какая красота даже в других городах. Как будто везде все свое. Нужно путешествовать больше, не оставаться дома, не вянуть. Так, меньше проводить за компьютером время, а общаться с друзьями, путешествовать больше. Не только за территорией Красноярской, но и за границами ихними. Проект мне подарил силы и возможности, новые удивления. Также проект мне дал возможность увидеться с бабушкой, с которой я не так уж часто и вижусь как бы. До проекта я бабушку не видел где-то года два-три. Вот она бывает, приезжает, но не так часто. Десять лет назад я был, ну, чуть капризничий, вреден и так далее. То есть я так же думал, ну, может быть, и вывезут такие, может быть, а оказывается, нет. Сейчас как бы детский дом меня, может быть, и хвалит, директор говорит, хороший такой. То есть я уже как бы и работаю, и зарабатываю, так что. То есть я изменился в течение этих 10 лет. Каким я был через 10 лет, я тоже не знаю. Есть-то у меня друзья-то, тоже защищаются за меня, вступаются, всегда вместе ходим. То есть даже если ссорить, то все равно меряемся, не отворачиваются, меня спиной всегда выручают. Вот он и друг настоящий. Счастье – это когда ты всем доволен, у тебя все есть. То есть даже если ты и беден, но ты все равно счастлив. Вот оно и счастье.